Всем доброго времени суток, с вами Грэс, и это маленький урок по изменению загрузочной картинки в игре S.T.A.L.K.E.R. Итак, что же такое загрузочная картинка? Когда мы открываем игру, нажимаем, у нас появляется окошко вот здесь. И вот его мы будем менять под свое окно. Для этого нам понадобится программа, ссылка на которую вы найдете в описании. Открываем расположение файла, открываем BIN, находим файл X-Ray Engine, копируем на случай, если будут какие-то проблемы. Итак, открываем правой клавишей мыши, нажимаем, с помощью этой программы открываем. Эта кнопка появится, когда вы установите софт, который у меня под видео указан. Вот открыли мы программу, далее открываем битмап, папку, папку 123, вот и около нулевого файла, нажимаем сохранить в BMP файл, саму картинку. На рабочий стол кинем, название там, например, один. Далее можно программу пока скрыть. Открываем файл, вот она наша картинка. Дальше можно ее открыть в любом графическом редакторе, пусть будет фотошоп. Например, ну кто пользуется там по интнетам, кто не может скачать фотошоп, можете взять его. Дальше, ну, например, что-то меняем, я закрашу, напишу размер побольше. Так, цвет белый, чтоб видно было. Какой-нибудь другой шрифт для наглядности. Если бы я еще нашел его. Вот, например. И, ну, к примеру, пишем на английском stalker. Нет, пусть большими буквами. stalker, там, не знаю. Я напишу саза мод. Саза мод. Пусть будет. Потому что я этот мод делаю. Это я показываю просто так, для теста. Если рисовать надо, разумеется, красивше. Можно. Ну ладно, пусть будет просто название. Для теста картинка сойдет. Можете там нарисовать все, что угодно. Дальше, сохраняем файл 1.mp. Нажимаем заменой. Окей. Все параметры те же. Так, вот у нас получилась картинка. Такая вот она у нас маленькая. Открыть с помощью. Размеры, разумеется, менять нельзя. Далее открываем программу. Нажимаем здесь replace bitmap. Выбираем новую картинку. Один. Окей. Вот здесь. Все. Картинка у нас заменена. Нажимаем файл save. Программу можно закрывать. И в папке появился документный файл оригинальный. Ну то есть копию можно было не делать. Но я на всякий случай делаю, чтобы через программу ничего не сохранять. Так вот у нас файл получился, в котором заменена картинка. Теперь мы для теста открываем zp и видим нашу картинку. Теперь вы можете менять загрузочную картинку. Игру я закрыл. Надеюсь всем урок был понятен, прост. И смотрите другие уроки на моем канале. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. Всем спасибо. Всем пока.